МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице 14 часов. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Президенты Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана прибыли в Аккорду для участия в шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Встречал гостей Хасым Жумар Тукаев. Предлагаю посмотреть. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как заявил президент Казахстана, наша республика поддерживает предложение о создании делового совета стран Центральной Азии. По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона и принятие комплексной стратегии в этой сфере. Речь идет о таких проектах, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север-Юг и Трансафганская железная дорога. В их реализацию в той или иной степени вовлечены все страны региона. Хасамжумар Тукаев призвал лидеров Центральной Азии сплотиться перед геополитическими вызовами. По его словам, нужно сосредоточить все усилия для того, чтобы регион оставался пространством безопасности и сотрудничества. Президент считает, что новыми точками роста экономик наших стран могут стать крупные совместные проекты. А знаковым событием в укреплении отношений станет принятие дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. По итогам встречи были подписаны документы, и глава государства пожелал президенту Узбекистану успехов на посту следующего председателя консультативной встречи. Сегодняшний саммит имеет особое значение, поскольку знаменует собой начало нового этапа взаимодействия в формате консультативных встреч, начавшихся в 2018 году в Астане. За это время состоялось пять встреч, итоги которых вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер. Благодаря общим усилиям свое решение находят многолетние узловые вопросы, принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. К нам присоединяется эксперт, политолог Мурат Шамилов. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Президент в своей статье писал о возросшем политическом весе Центральной Азии, как этого удалось достичь, какие усилия были предприняты. Добрый день. Как неоднократно подчеркивает президент Касанжи Мортукаев в своих выступлениях, сегодня роль Центральной Азии на глобальной арене возрастает. И можно сказать, что в текущих сложных геополитических условиях для Казахстана очень важно развивать отношения со всеми игроками на мировой арене, особенно со своими соседями. И вот здесь как раз таки, как наши страны взаимодействуют в экономике, в вопросах безопасности, какую поддержку оказывают друг другу? Нужно сказать, что также активизация отношений государства Центральной Азии способствует именно доверию и установлению вот этого диалога на высоком уровне. Между странами проводится уже шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. До этого было пять, и это говорит о том, что завершился так называемый цикл, и вот эта шестая консультативная встреча ознаменует собой новый этап отношений между государственной и Центральной Азией. В каких сферах еще можно активизировать наши контакты? Экономика, безопасность, безусловно, являются приоритетными направлениями сотрудничества стран Центральной Азии. Как уже много раз говорилось, взаимноторговый оборот стран Центральной Азии увеличился в два с половиной раза, достиг 11 миллиардов долларов. Из них только наш экспорт составляет 5,5 миллиардов. Это действительно хорошие цифры, но всегда остается ощущение, что этот потенциал недостаточен. То есть потенциал сотрудничества стран Центральной Азии огромен, его можно реализовывать, имеется очень много проектов. Сегодня в условиях геополитического кризиса, геоэкономического противостояния нужно развивать отношения между государственной и Центральной Азией в новом формате. Также, как мы знаем, что интересно, уже второй раз в таких мероприятиях принимает участие президент Азербайджан Ильхам Алиев, что говорит о том, что страны будут также обсуждать активно вопросы развития транспортно-логического потенциала между странами в поисках так называемых транзитных коридоров и новых путей сообщения перевозок. Спасибо вам большое за ваше мнение, за участие в выпуске. Мурат Шамилов, политолог, был гостем нашей студии. Продолжим. На 12 миллионов долларов увеличат инвестиции в завод по выпуску лекарственных препаратов в Шенкенте. Это совместный проект Казахстана и Узбекистана, запущенный два года назад. Сейчас на заводе приступили к первому этапу, построили цеха для производства мягких лекарственных форм и суппозиториев, а также лаборатории. Завод сейчас получил сертификат GMP. Это свидетельство дает право на выпуск препаратов, отвечающих международным стандартам. По словам заместителя гендиректора предприятия, 30% готовых лекарственных форм будут экспортироваться за рубеж, что укрепит экспортный потенциал Казахстана в сфере фармацевтики. Дополнительные инвестиции на втором этапе проекта будут направлены на запуск производства инфузионных препаратов. Благодаря слову, созданному нашими президентами Узбекистана и Казахстана, сегодня активно ведем инвестиционную работу в сфере производственной кооперации. И, конечно, мы будем вкладывать хоть маленькую свою нищую на развитие промышленности, на развитие наших двусторонных экономических отношений. О возможных задержках рейсов сообщили в авиакомпании «Эйрастана». Причиной тому стали последствия непогоды. Ураган и град, прошедший накануне, повредили четыре самолета авиакомпании. Идут ремонтные работы. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые протлятся несколько дней. Перед выездом в аэропорт просим пассажиров проверять статус рейсов на сайте авиакомпании. Град, прошедший вчера в столице, повредил большое количество автомобилей. Для получения страховых выплат необходимо предоставить справку о погодных условиях. Ее можно получить в КАЗ «Гидрометия». По словам специалистов, необходимо заполнить бланк на сайте и отправить на почту Национальной гидрометеорологической службы. Либо проехать в офис компании и написать заявление. Похолодание и дожди прогнозируют на большей части Казахстана. По данным КАЗ «Гидромета», сильные ливни пройдут на севере, западе и в центре страны. По республике ожидаются усиления ветра, на юге – с пыльной бури. На северо-западе утром ожидается туман. Сильная жара сохранится только в южных регионах. В семи областях предупреждают о высокой пожарной опасности. В Астане дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Мощный торнадо обрушился на американский штат Северная Каролина. По данным местных властей, погиб один человек. Разрушено здание школы и несколько домов. А еще проливные дожди затопили улицы. В целях предосторожности полицейские перекрыли несколько автомагистралей. За ночь в Северной Каролине зафиксировано не менее трех торнадо. Стихию принес тропический шторм Дебби, который в начале недели вызвал разрушение. Во Флориде, Южной Каролине и Джорджии погибли шесть человек. Жара в мире продолжает устанавливать новые температурные рекорды. По данным исследований Организации Объединенных Наций, нынешний год претендует на звание самого жаркого за всю историю метеонаблюдения. Какие страны больше всего страдают от аномально высоких температур, расскажет моя коллега. 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Такой прогноз делали в ООН, и он звучит реалистично, поскольку температура в июле побила 13-месячный рекорд. Средний показатель температуры в мире на столбиках термометров составил почти 17 градусов. Это на полтора градуса выше зафиксированной ранее нормы. Сразу несколько частей света оказались под властной жаре, в частности Африка, Азия и Европа. Причем старый свет нагревается вдвое быстрее, чем остальные части Земли. Последствия этого явления уже видны. По всему европейскому континенту наблюдаются засухи и лесные пожары. Так, на итальянском острове Сицилии обмелело единственное озеро Пергуза, а в северной Македонии сгорело 700 гектаров леса. Тепловые волны накрывают не только сушу, но и большие воды. В июле средняя температура поверхности морей и океанов дошла до нового максимума и составила почти 21 градус. На это, как сообщается в докладе ООН, есть две главные причины – глобальное потепление и Эль-Ниньо. Последний феномен – это естественное прогревание воды за счет смены воздушных потоков в восточной части Тихого океана. Среди других факторов – выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека. Повышение температуры в океане привело к буйству штормов. Еще в начале июля ураган Берил обрушился на побережье Мексики и полуостров Юкатан, после чего стихия нанесла удар по государствам Гренада, Сент-Винсент и Гренадины. С последствиями экстремальной жары сталкиваются сотни тысяч людей. По статистике ВОЗ около полумиллиона жителей в мире становятся жертвами аномальной погоды. При этом на европейский регион приходится 36% смертей или в среднем больше 175 тысяч в год. Эта цифра будет расти по мере нагревания планеты, прогнозируют в организации. Высокие температуры усугубляют сердечно-сосудистые, респираторные и психические заболевания. На этом фоне ВОЗ призывает мировых лидеров активно принимать меры борьбы с глобальным потеплением, в частности создавать центры охлаждения, сокращать рабочие часы в разгар жары и улучшать системы предупреждения о высокой температуре. Сандугаш Байгуаныш, 24КЗ. К другим темам. Израиль и Хамас. В ближайшее время продолжат переговоры по прекращению огня в секторе газа. Информацию подтвердили в канцелярии израильского премьера Бениамина Нетаньяху. Встреча делегации запланирована на 15 августа. Место для проведения определят позже. Ранее лидеры Египта, Катара и США призвали две конфликтующие стороны возобновить переговоры по сделке. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения. Документ основан на принципах, выдвинутых Байденом и поддержанных резолюцией Совета безопасности ООН. Это 24КЗ. Прямой эфир. 26 проектов на сумму 2 миллиарда 300 миллионов долларов профинансировал в Казахстане банк Японии JBIC. Сотрудничество развивается в сферах энергии и водоснабжения, горнодобывающей промышленности, а также транспорта и логистики. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра страны Ужаса Биктенова с председателем японского банка JBIC Хаяще Ногуумицу. В планах подписание соглашения с Банком развития Казахстана о финансировании совместных проектов в энергетике, транспортной сфере, машиностроении, пищевой промышленности и других приоритетных отраслях на сумму 200 миллионов долларов. Отмечу, Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана и Восточной Азии. Сегодня входит в топ-10 крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 10,5% и достиг свыше 2 миллиардов долларов. Продолжим выпуск. Озеро Торайгар становится опасным для отдыхающих туристов. Очаг заражения каракуртами там расширяется с каждым днем. Биологическая борьба с распространением ядовитых пауков не дает результатов. Сотрудники Байнаульского национального природного парка не справляются собственными силами. Решение об введении ЧАЭС природного характера на озере Торайгар еще не принято. С места события репортаж Ербула Абишева. По предварительным расчетам сотрудников Байнаульского национального природного парка масштабы распространения каракуртов угрожающие. Если взять площадь в 100 квадратных метров, то здесь уже присутствует до 12 самок каракуртов. При этом только одна самка, так называемой черной вдовы, может отложить яйца сразу в трех коконах. Если учесть скорость размножения ядовитых пауков, то над озером Торайгар нависла реальная опасность. Больше двух километров береговой линии на озере Торайгар оказались в зоне заражения. А ведь это любимое место рыбаков. По вечерам тут собирается много отдыхающих с детьми. Каракурты с коконами у них буквально под ногами. В одном коконе каракурта от 300 до 600 яиц каракурта находятся. Мы проводим биологическим методом борьбы, так как на территории нацпарка химическая обработка запрещена. В связи с этим самих самок каракурта мы придавливаем, то есть тяжелым предметом это камнем или любой палкой. И самих этих коконов собираем, вот в банку кладем, потом их ликвидируем, уничтожаем. Через день сотрудники нацпарка обходят очаг размножения так называемой черной вдовы. Среди отдыхающих тоже ведется профилактическая работа. Местные власти приступить к химической борьбе против каракурта пока не могут. Решение об введении режима ЧАЭС еще не принято. На действительно поставили доски информационные. Сокупаться нельзя, опасен каракурт. Выявляем площадь заражения. В данный момент выявлено сотрудниками национального парка 100 гектаров. Первый случай обнаружения каракурта в Байнауле произошел в июле прошлого года. Тогда нацпарк сразу забил тревогу о нашествии опасных пауков. Этим летом наблюдения за очагом заражения продолжились, но стремительное размножение каракуртов уже выводит ситуацию из-под контроля, говорит руководитель Байнаульского национального природного парка Аждар Жусупов. Мы не успеваем. Практически через день наши отделы науки выходят и в день где-то более 60 было и 30 особей собираем, а этих коконов до 170 в день приходится собирать коконы. В то время, когда масштабы распространения каракуртов на озере Турайгр растут, медики разводят руками. Противок каракуртов и сыворотки у них нет. По некоторым данным стоит она тоже недешево. Больше 100 долларов за вакцину. Поэтому противодействовать смертельному яду они могут только традиционным лечением. По последним данным факты укусов каракуртов в Байнауле еще не регистрировались. И за медицинской помощью никто не обращался. Ербулавишев, Марат Игликов, из Павлодорской области, 24КЗ. Это свежие, да? А в Атарау с начала лета утонули 10 человек. Пятеро из них дети. Сейчас в областном центре спасатели разбились на группы и на 24 участках активно проводят оперативно-профилактические мероприятия. Несмотря на то, что в Атарау купальный сезон спасатели не открывали, многие жители игнорируют предупреждение о запрете купания. Из-за весенних паводков в водоемах образовались глубокие ямы и крутые обрывы. По словам руководителя оперативно-спасательного отряда, уровень воды сейчас хоть и снизился, но купаться в водоемах все равно опасно для жизни. В настоящее время мы ежедневно совершаем рейды совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям и местной полиции. Составляются протоколы на тех, кто не соблюдает правила безопасности на воде. Тем не менее, трагические события повторяются и регистрируются. Дефицит поливной воды испытывают и земледельцы Урджарского района. Из-за нехватки влаги жители сел Таски-Скеншолпан, Караколи и Сагат вынуждены ежегодно сокращать площади посевов. Единственный источник полива – Каракольское водохранилище. Но его объемов недостаточно для нужд аграриев. Еще в 80-е годы прошлого века там начали строительство плотины. Но долгострой не могут завершить до сих пор. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Каракольское водохранилище может вместить 55 миллионов кубометров воды. Для развития земледелия еще лет 40 назад здесь приступили к строительству плотины. Но объект так и не завершили. Спустя десятилетия на его реконструкцию несколько раз выделялись деньги. Обещали даже построить электростанцию. Но дело так и не сдвинулось с места, говорит местный житель Жексен Бануркенов. Пару лет назад вода в реке Караколь начала резко убывать. Если река обмелеет, жителям трех сел придется покинуть родные места. А кто обеспечит 1200 семей жильем на новом месте? Старшее поколение вовсе не хочет покидать обжитые края. Для нас это самая сложная проблема. С тех пор, как стройку заморозили, в области сменилось несколько акимов. Все они посещали объект. Обещали его достроить. Даже деньги выделяли. Но результата мы так и не увидели. Пенсионер Максудбек Абдулин выращивает арбузы и дыни на 10 гектарах земли. По словам земледельца, собрать урожай получается не каждый год. Многие земледельцы отказываются от выращивания бахчевых. Хотя местная продукция пользуется большим спросом. От недостатка поливной воды мы страдаем уже десятки лет. Засуха здесь происходит почти каждый год. Даже в колодце воды не набрать. Только в этом сезоне после половодия всхожесть семян была нормальной. Иначе стебли бы давно высохли. Такое у нас было много раз. Исправить ситуацию обещают в правительстве. В планах строительства пяти гидротехнических сооружений в области. Среди них и Караколское водохранилище. По информации министра водных ресурсов Нуржана Нуржигитова, в этом году будет готовиться проект на сметная документация объекта. По поручению главы государства мы сейчас начали создавать в области, в том числе и в области Абай, специализированные предприятия, которые будут обслуживать эти гидротехнические сооружения, которые будут обслуживать вот эти водохранилища. Сейчас здесь числится 18-19 таких водохранилищ, которые... Ну, их надо обслуживать. По словам министра, строительство водораспределительных сооружений запланировано на ближайшие пять лет. Реконструкция Караколского водохранилища позволила бы увеличить площадь орошаемых земель на 15 тысяч гектаров. Сабина Габитова, Рустем Кайратулы, область Абай, 24КЗ. Республиканская акция «Таза. Казахстан» прошла в Байзакском районе Жамбулской области. По инициативе партии «Аманат» в рамках проекта «Чистый четверг» активные жители, волонтеры и молодежь очистили от мусора территорию мавзолея Батарбех-Датка. Также они очистили дворы домов ветеранов труда и одиноких пенсионеров, убрали мусор и на автодороге Саракимерского сельского округа. Всего с начала акции в Жамбулской области приведено в порядок 60 историко-культурных памятников, 127 тысяч дворов и 4500 километров дорог. Целью акции «Чистый четверг» является популяризация чистоты, охраны, окружающей среды, а также формирование экологической культуры у людей. В акции приняли участие члены первичной партийной организации, работники и молодежь Дома культуры. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с 24КЗ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин